Оборона Лиепаи Одним из незаслуженно забытых сражений начала Великой Отечественной войны является оборона Лиепаи. Еще до войны оборона Лиепаи со стороны моря была создана довольно сильно, а вот серьезная сухопутная оборона Лиепаи даже теоретически не рассматривалась военным командованием. Почти 200-километровый участок побережья, согласно плану, обороняла одна единственная стрелковая дивизия 67-я 8-й армии. Однако уже 22 июня 1941 года внесло свои коррективы в убеждения советских военачальников. На направлении Мемель, ныне Клайпида, Лиепая наступала 291-я пехотная дивизия генерал-лейтенанта Герцога, 18-я армия генерал-полковника фон Кюхлера. К полудню 22 июня части 291-й дивизии вышли к реке Барта, где их ненадолго остановили передовые части 67-й дивизии. Однако даже этой задержки продвижения хватило, чтобы на подступах к городу военнослужащие и гражданские сумели наспех создать некое подобие обороны, отрыв окопы и установив заграждение. Сухопутная оборона также была усилена переданными в распоряжение 67-й дивизии всеми свободными моряками базы Лиепая. Все береговые и зенитные батареи получили приказ развернуться для огневой поддержки обороны города с суши. К вечеру 22 июня гитлеровские войска перерезали железную дорогу Лиепая-Рига, попытавшись, атакуя с востока, взять город сходу. Благодаря поддержке береговых батарей атака была отбита. В течение последующих двух дней немцы при поддержке авиации не раз пытались проломить оборону и захватить город, но безуспешно. Тогда, 24 июня, гитлеровская дивизия полностью окружила Лиепаю с суши, замкнув кольцо на северном направлении. 25 июня, подтянув тяжелую артиллерию, войска вермахта пробили бреши в обороне. Понимая, что захват города неизбежен, защитники стали уничтожать все, что было только возможно. Были взорваны все склады, уничтожены все производственные мощности судоремонтного завода, а также эсминец «Ленин», подводные лодки М-71, М-76, С-1, «Ронис» и «Спидола». Базу покинули все катера, минный тральщик и подлодка С-3. В порту оставались только транспортные суда, 10 кораблей и 5 торпедных катеров. Работы по уничтожению имущества были закончены практически перед самым штурмом города 26 июня. Но даже несмотря на то, что гитлеровцам удалось ворваться в город, они его не смогли захватить. Но и положение защитников было отчаянным. Поэтому вечером, 26 июня, командованием было приказано прорываться из окружения. В ночь с 26 на 27 июня порт оставили все катера и транспортные корабли с эвакуировавшимися защитниками. Последними вышли катера КТ-17 и КТ-47, в котором находился штаб военно-морской базы. В открытом море оба катера были атакованы сразу шестью немецкими торпедоносцами. Катер КТ-17 был затоплен, а КТ-47, подобрав выживших, сумел пробраться к Рижскому заливу. В Лиепае остались отряды, прикрывавшие эвакуацию. Некоторые из них, выдержав непрерывные атаки, вырвались из окружения и соединились с регулярной армией. Другие вышли из города и стали костяком партизанского движения. По сведениям гитлеровского командования, после захвата города еще пять дней в Лиепае действовали отдельные очаги сопротивления. Лиепая стала первой захваченной гитлеровскими войсками военно-морской базой. Даже несмотря на то, что подготовленной сухопутной обороны города не было как таковой, в той ситуации даже на наспех созданных оборонительных рубежах оборона была выстроена грамотно и самоотверженно. Защитникам удалось задержать противника на пять дней и обеспечить эвакуацию части сил морем. До первого июля даже небольшими и разрозненными группами защитникам удалось создать серьезные препятствия продвижению целой пехотной дивизии. Продолжение следует...